всем привет выезжая на очередную ролевую игру которая будет по тематике то есть это будет полевая ролевая игра по героям героем меча и магии heroes of the magic будет она проходить соответственно в сибае соответственно сейчас раннее утро около четырех утра и игра начинается в час дня ехать туда порядка 7 часов соответственно я сейчас стартую из уфы в сибай соответственно от себя хочу сказать и пожелать вам приятного просмотра подписывайтесь на канал ставьте лайки ну и в принципе пишите жмите чего-нибудь а а а а а а Субтитры подогнал «Симон» 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 Как бы достаточно хорошо отстояли Было неплохое командование Покорный слуга принимал в этом участие Делали контр-вылазки Как только они расслаблялись Мы отсекали двух-трех Вырубали и возвращались в замок В общем, кусали, уходили Били, кусали, уходили Хорошая тактика Они нас пытались вытащить из замка Не получилось Получилось нам выбегать Их убивать по одному И возвращаться обратно Последний штурм вмечался ничем Для них, а для нас вмечался Контр-вылазкой, после которой Ворота закрылись И город остался за нами Скелеты вышли на тропу войны И все, кто попадается на пути Загнали в свои лагеря Никто не хочет с нами воевать И это очень печально Поэтому сидим Перед лагерем красных И караулим их Лишь только мертвые Возвращаются в лагерь красных Живые отсюда не выходят Ладно, пошли Так, друзья Скинул заспехи от жары Прямо вообще нереально Чуть ли не до полуобрачного состояния Сейчас пойду погуляю по полигону Посмотрю, в принципе, в других локациях Что происходит Интересно Плюс у нас здесь был сейчас инцидент нехороший Травмировали бойца Подробностей, правда, особо не знаю И удаваться тоже не особо хочется Поэтому сейчас, скажем так Боевое время приостановили мастера И сейчас не боевое А ближайшая боевая зона Будет в 7 часов вечера И до 7 вечера будут просто обычные спички А вот и пупец, за которым Бойцы, герои из всей Франции Бойцы, герои из всей Франции Бойцы, герои из всей Франции Ну вот, в общем, я находимся В центре полигона фактически То есть, в той стороне у нас красный лагерь Здесь у нас основной город С крепостной стеной, за которой ведут бои И которые приносят различные экскурсы А там дальше, вот, в дороге получается Синероги Одни вот, вот там вот Мы сейчас на нем найдем Посмотрим, как там И вот получается, вот центральная такая поляна Где, на самомом, все эти бои происходят Лес прекрасный Лес прямо как в картинке Сереза Вот, наши сейчас будут биться против синих Зеленые против сумок А если быть точнее, зеленые против синих От синих, от синих, от сейчас на экране От раз он чуть-чуть левее И это не все бойцы наших Снежити получается Только часть, видимо, какой-то из передовых отрядов Который ушел развлекаться СНИКС Зеленые против синих ВОДНИКС СНИКС Зеленые против синих Фили prosecience Причины Новый Процент ВОДНИКС Покуплен Во избегательство Для посередания А где напомín Tier Pollек Эohn Погатель Натус Об� пуль Парати После короткой битвы победители, а именно синяя сторона, собирают, облупывают погибших, забирая у них эти вещи, игровые вещи, которые есть. Тут мы выдвинулись на очередную варзону, я попался, боец красных с двумя мечами, но когда на него накинулись три бойца зеленых, он решил с нами наступать в бой и предложил ставить его в покое. Так, мы в крепости, сейчас будет штурм в крепости, сейчас посмотрим, наша крепость. Мне каменную, да? Мне здесь не нравится. Тебе не нравится? А сейчас сколько времени? Ох, ну что? Бля, аппатия готова. Ади, вот здесь. Да, бля. Бля, бля. Бля, все разъебалось, мать. Тима, ну какого, а? Крепость не выдержала напора бойца. Тим, стена не твой вариант. Ворота. Противник выбрал такую тактику в ведении боя, чтобы стоять перед воротами в длину 50-55 и последние пять минут пытаться запустить крепость. Варзону длится целый час и, собственно, эта тактика у них на разу так и не получалась. Но сейчас наши герои, лечи, будут продавать заклинания. Это будет направлено против противника. Но, к сожалению, заклинание было произнесено, но не повернуло эффект. Стивой своей, я обрываю низи вашей магии. Да не произнесете вы слов, что навредят нам, нашим воинам, купол антимагии. Заклинание давно было создать купол антимагии, но что-то прошло не так, и купол не получился. За пять минут до кончания варзоны все-то случился штуть. За пять минут до кончания варзоны все-то прошло не так, и все-то прошло не так, и все-то прошло не так. Варзона закончилась замок в Виржале и вышли из крепости для того, чтобы добить оставшихся бойцов, противники. Так, друзья, закончилась очередная варзона. Мы обороняли город, наш противник, синяя сторона, людишки никак не хотели нападать на армию нежити. Очень долго топтались на месте и всячески отлынивали от своих прямых обязанностей, чтобы нападать на нас и чтобы мы могли призвиться. Ну и по сути бой все-таки состоялся, удалось даже чуть-чуть потыкать противника алибардой. Я доволен. В город мы отстояли, когда это получили свои очки. И после того, как отстояли город, вышли из города и разогнали атакующих по местным окрестностям. Так, сейчас бы, конечно, было бы неплохо попробовать приготовить что-нибудь поесть, потому что я целый день ничего не ел. Перекусил немножко вяленого куриного мяса из такого быстрого, что у меня с собой есть. Напоминаю, опять-таки, в очередной раз напоминаю тем, кто не знает, моя попытка снова похудеть. Соответственно, сижу на диете, режим питания и даже не режим, а рацион питания ограничен, поэтому приходится изгаляться. Как говорится, курицу с собой на природу в лес не возьмешь, она испортится. А вот вяленое сушеное мясо куриное вполне себе нормально заходит. Также есть еще сушеные кальмары. Сам это все дело приготовил. Сейчас, наверное, надо что-нибудь тоже перекусить. Увидимся, что будет дальше. Следующая боевая зона должна быть в половине одиннадцатого вечера вроде. Всем доброе утро! Начинается второй день. Второй день начинается с обеспечения лагеря водой. Так как я ранее говорил, жара стоит 30-35 градусов в теньке. Соответственно, золотой источник у нас это вода. Золотая обменная монета, назовем так. А лагерь у нас большой, человек 30. Поэтому воды надо много. И поэтому сейчас с утра я подъехал с товарищем за водой. Надо обеспечить лагерь водой. Вы себе не представляете, какая это красота. Запотевшая бутылочка холодной воды родниковой в 32 градуса. Надеюсь, наши люди порадуются. Воду в лагерь привезли. Люди довольные и счастливые. Водичка холодная, прохладная. Все прям радуются. И это очень круто. Хотел приготовить себе завтрак, перекусить. Вчера, по сути, я, кроме некоторых ломтиков вяленого, сушеного, куриного мяса, толком-то, в общем-то, ничего и не ел. И на удивление не хочется почему-то. Ну, в общем, это очень странный фономен. Соответственно, хотел сейчас завтрак приготовить. Но сказали, что через полчаса у нас начинаются боевые действия. Говорится, будь добр, оденься и двигайся в сторону войны. Поэтому сейчас я перекидываюсь на, не знаю, так, в дурацкое, в заспехи. Воюю. А потом, надеюсь, все-таки смогу позавтракать. Так, вернулся я в форт-зоне. Как обычно, мы всех наморщили. Никто не пришел. Кто пришел, тех наморщили. Ну, сейчас, наконец-то, есть возможность приготовить завтрак. Чем я сейчас займусь. Ну, а дальше посмотрим. Вообще, было, конечно, интересно. План зацов удалось. А еще вчера был интересный опыт. Мы сгоняли вчера искупаться. Вот, и лагерь, весть об этом посетила наш лагерь. Разнеслась по лагерю. И сегодня уже народ напросился тоже съездить покупаться. Попробуем организовать выезд. Но, в первую очередь, завтрак. Потому что сутки фактически ничего не ел. Но удивление есть особо не хочется. Но поесть надо, силы нужны. Попробуем. Попробуем. Продолжение следует... На завтрак сегодня сделаем кашу гречневую, у меня еще есть мясо, мясо пожарю куретину и овощи, салат нарежем, что должно быть питательно на весь день. В соседнем лагере играет музыка, но надеюсь ее не сильно слышно будет. Такая тарелочка есть деревянная, у нее мы сейчас овощи накрушим, то они там не бойся, такой же орел уже поплотелы. Так, как обычно я забыл соль, но у меня есть приправа с травами с солью. Это у меня салатик как раз. Ну, какая красота получилась. Сочная зелень, приправки, помидорки, огурчики. О, какой сочный котелок получается с кашкой. Ну, самое главное, забыл соль и доску для нарезки мяса. Ну, короче, я буду использовать подручные средства для нарезки. У меня тут есть щит лежит рядом. Вот на нем сейчас и накромцаем. В походных условиях мясо вроде не испортилось, испортилось нормально. Сейчас моим подгонянием, блин, только муки. Заправим. Специями. А все, тоже травки, травки, соль. Сейчас пока сверху. Потом сейчас в процессе жарки буду, когда помешивать, переворачивать. Еще докидаем специи. И кьем. Процесс приготовления. Вот единственный минус. Я жарю без масла. В водичке плясу. Водичке плясу. Водичке плясу. А то пригорает. Сок дает недостаточно. Получается такое степонное мясо. В планах сейчас позавтракать. После завтрака есть желающие съездить искупаться. Попробуем съездить. Доехать, освежиться. Плюс еще и дное лагерь люди хотели из клуба. Соответственно, я, наверное, сегодня немножко покатаю людей. Насвежиться. Благое дело. Так что, всем приятного аппетита. Выезд на озеро Удалца. Освежиться, покупаться. Вот такое прекрасное озеро. Большое. Вода очень теплая. Мы видим, сегодня погода уже такая. Хоть сейчас и жарко, но здесь ветерок освежает. И дождевые тучи идут здесь. И с обратной стороны прям там какой-то мощный грозовой фронт. Юная пехота скелета. Смотрите-ка на них. Совсем неодоспешенные. Нам щиты таскать. Давай, давай. Ну что я могу сказать? Нас сейчас было достаточно мало. Выиграли за счет игровых плюшек под названием «Магия». Устояли, удержали, обратно вышли. Фракция синих, одна из фракций. Очень любят играть по правилам, только когда правила играют на них. Когда они проигрывают, они про эти правила забывают. Не совсем спортивно, не совсем интересно, но многое можно списать на жару. Неопытность, юность. И что касается пары личности, на конкретный гомосексуализм. А так все хорошо. Спасибо. Лейтенант Скелетонов, предъявите к досмотру вашу астральную карту. Что вина меня смотрит? Документики, будьте любезны. Не хотите, тогда пройдемте. Пройдемте, пройдемте. Так, томата принимай, принимай. Давай, сопротивление при аресте. Несите кальций, срочно офицеры. Кальций, срочно кальций. Мастерам за такой чудо-девайс можно только объявить огромнейшую благодарность. Смотрите, товарищи, высокотехнологичный туалет на полевой рулевольной игре. Смотрите, электрический, со всеми модными функциями, полноценный. Вы себе не представляете, какое-то удовольствие сходить в нормальный туалет в лесу. В общем, огромнейший респект организаторам. Он может захватить оружие. Все, хорош, мучает мой флаг. Ну что, друзья, завершилась игра, прошел парад. Игра завершилась раньше, чем планировали. Изначально должна была завершиться в 8, сейчас время план 6. Мастера решили завершить. В целом, ничего плохого в этом не вижу. Вот, соответственно, сейчас возможно еще какие-то боевые взаимодействия. Но чисто пофанится тем, кто не навоевался. Я что-то, честно говоря, уже устал с этой войной. К сожалению, как я уже не раз говорил, снимать и воевать не особо получается. Вот, сейчас надо будет поужинать. Речь пораньше поспать. Завтра с утра собираем лагерь и выдвигаемся в обратную сторону домой в Уфу. Так что я еще с вами не прощаюсь. Пусть что-нибудь померкнет еще на экранах с завтрашнего дня. С завтрашнего дня. Всем доброе утро. Лагерь постепенно пустеет. Собираем палатки. И пора двигаться домой. Как бы не хотелось еще остаться и потусить в лесу. Но нужно двигаться домой. Попали просто в непонятный сезон размножения бабочек. Вся машина уделанная бабочками. Куча бабочек. И везде летают полно их. Везде много-много-много. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»